Сюжет как из криминального боевика. На днях в окрестностях Суслонгера сотрудники полиции в течение нескольких часов преследовали подозреваемого. По данным МВД Республики, вечером 15 ноября в Суслонгере 24-летний мужчина нанес ножевые ранения своей бывшей жене и ее двум подругам, после чего скрылся с места преступления. Предполагалось, что подозреваемый вооружен, поэтому на его розыск были ориентированы и сотрудники полиции соседних регионов. Выйти на след злоумышленника помогла продавец одного из местных магазинов. Нетрезвый молодой человек, похожий на объявленного в розыск, обронил там сотовый телефон. Когда я была на складе, дверь открылась, слышно было, и звук, что что-то уронили. Я пришла, его уже не было, а телефон здесь лежал. Но я его подняла и подумала, что просто выронили. Найденный телефон женщина отдала сотрудникам полиции. На этом этапе к поискам подключилась кинологическая служба. Собака быстро взяла след, который вел к ближайшему лесу. Служебно-розыскная собака взяла след, довела до лесомассива, где были видны следы человека. В дальнейшем сотрудник уголовного розыска и кинолог продолжили преследование преступника. Здесь нужно принимать во внимание, что с момента обнаружения данного магазина, данных свидетелей и момента захода предполагаемого подозреваемого прошло полтора часа. Для преступника достаточно большая фора, поэтому сотрудникам криминальной полиции пришлось нагонять этого преступника бегом. В ходе преследования по лесистой местности им пришлось преодолеть более 10 километров. След вывел полицейских на Казанский тракт, где почти удалось настигнуть преступника. Они успели заметить, что мужчина садится в попутную машину. Поймав следующую попутку, оперативники продолжили погоню. Вскоре автомобиль, в котором находился подозреваемый, удалось остановить. Мужчина, выйдя из машины, не оказал сопротивления, признался всадейным и рассказал, что выбросил нож еще в Суслонгере. В данный момент подозреваемый, который уже был ранее судим, задержан. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений. В полиции сообщают, что жизнь пострадавших женщин находится вне опасности.